Что касается Центральной избирательной комиссии, ну, во-первых, Игорь Васильевич прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую конституцию, изменения, скорее всего, ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть Народная веча еще будет вас утверждать, если все будет нормально. Во-вторых, нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, приведения его. Вы, человек опытный и в горе с полкома работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории, в единый день голосования, избрать наши советы и законодательные органы власти, парламент и советы. Ну, естественно, выборы президента. Вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране. Поэтому и практически из огня до вполыми вам придется окунуться. Ну и в организационном плане, скорее всего, вы будете первым председателем ЦИК, который будет избираться в Всебелорусском народном собрании, если народ поддержит Конституцию. Это делается в Конституции изменений для того, чтобы избирательный процесс был более независимым. И чтобы у людей не было какого-то сомнения, что исполнительная власть, глава государства будет давить на избирательный процесс через Центральную избирательную комиссию и региональную избирательную комиссию. Вот вы понимаете это. Очень ответственная должность стране. Предлагая такие изменения в Конституции, в части ЦИК, мы поднимаем и роль Центральной избирательной комиссии. Еще раз подчеркиваю, вы человек опытный, вы непосредственно участвовали в этих выборах, знаете это от земли, что называется. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас получится эта ответственная работа организаторская. Ну и второе, мы должны не ошибиться с подбором на одну из ключевых должностей в Министерстве нового министра образования. Поэтому никуда от вас эта работа не уйдет и мы ждем и от вас предложений по новому министру. Что касается Министерства образования, пока новый министр не войдет в курс дела, вам придется этим заниматься. Ну и давайте будем откровенны, будучи председателем ЦИК, у вас будет немножко времени, чтобы отвлекаться на эту государственную работу в системе образования. Не забудьте это.